Задача искусства волновать сердца. Так считает Гильвец и Клод Адриан, французский литератор и философ. Ну а я с ним совершенно согласна. Именно поэтому мы в программе Культурный Код на телеканале Осетия Ристон обсуждаем высокое искусство и пытаемся с помощью наших гостей в нем разобраться. Меня зовут Алика Стеблянская и сегодняшний день не исключение из правил. Так что давайте скорее начинать. Наш новый выпуск было решено сделать тематическим. Про изобразительное искусство и все, что с ним связано. Поэтому я решила пригласить к нам в студию главного художника филиала Мариинского театра Давида Найфонова. Мы ведь часто в программе обсуждали балетные постановки театра. Артисты и их великолепные грациозные движения видны нам, как зрителям, сразу. Но незаслуженно часто в тени остается создатель сценографии костюмов, которые также являются важной деталью и фактором успеха постановки. Ведь каждое изделие не просто наряд, а произведение искусства. Тем более, что работы Давида вы точно видели. Так что, думаю, это будет интересная беседа. Давид, здравствуйте. Спасибо, что посетили нашу уютную студию «Нашли время». Спасибо, что пригласили, Алик. Вообще, хотела начать нашу беседу с того, что вы все-таки из творческой, можно сказать, даже артистической семьи. Но сами для себя выбрали такую профессию, тоже связанную с искусством, но как бы за сценой. Вот почему так произошло? Наверное, скажу, что сама профессия меня сама выбрала. Хоть учился я сам на дизайнера транспортных средств, но в театре я был за все годами театра, как зритель. И для меня всегда было интересно, как это происходит. Вот именно закулисная часть, вот та самая, в которой, как вы сказали, преимущественно бываю, мне всегда было интересно, вот как-то именно внутренняя кухня, как она встроена. Может быть, помните какую-то первую работу в театре, которую вы сделали специально для какой-нибудь постановки? Говоря о первой постановке, о первых шагах в театре, помню, была премьера в далеком 2017 году в Дегорском театре. По нацкому эпосу «Волшебная сверельца маза», детская постановка. И вот оттуда все началось. Это уже, наверное, было после окончания университета, да? Да, после, ну где-то спустя два года. То есть я по специальности работал больше года. Потом в качестве эксперимента, можно сказать, попросили оформить спектакль. И вот всем настолько понравилось, что с тех пор вот как-то с головой ушел в театр и сердцем. Вы учились в Строгановской академии. И сейчас вообще такое бытует мнение распространенное о том, что если человек уже талантлив, он уже и так имеет какой-то творческий свой взгляд, то можно и не получать специальное высшее образование. И вот что вы думаете на этот счет? Таки нужно или не нужно оно? В конечном итоге какое-то образование, я считаю, нужно. Ну, не обязательно среднее специальное, ну, то есть не узкое специализированное, но вот какая-то база. Ну, в моем случае, вот, я в первую очередь получил художественное образование. То есть это азы по графике, скульптуре, ну, то есть все, что вот... Все, что нужно потом для дальнейшей работы, наверное, да? Да, да. А вот мы уже упомянули, что вы из творческой семьи. А как-то, возможно, такие творческие родственники наверняка, они как-то повлияли на вас. Ну, я, наверное, как рыба в воде, которую, ну, для меня это в порядке вещей было. У меня очень музыкальная семья. Мать и все ее сестры Секенаева, они в той или иной степени, но так и иначе связаны с музыкой. У них в детстве даже был ансамбль своей сестры Секенаева. И, видимо, да, вот эта среда, ну, когда ты в доме, всегда слышишь, вот, когда играют на цельных инструментах. Наверное, это тоже как-то влияет. Вы сейчас главный художник филиала Мариинского театра, художник-постановщик. И одна из последних ярких работ – это, конечно же, балет «Фатима» на музыкальное полотно Жанны Пливой. Вы делали сценографию и занимались дизайном костюмов. Расскажите вот про эту работу. И, возможно, же чувствовалась какая-то ответственность повышенная, потому что это же произведение, которое по-особенному дорого нашему народу. Скажем так, вот на самых ранних этапах, когда я только узнал, что предстоит такая работа, вот этот груз ответственности, он сразу на плечи пал, или как правильно сказать. И вот на ранних этапах шла борьба, наоборот, вот как-то, может быть, вот эта ответственность, ну, чтобы быть максимально раскованным в творческом плане, вот какое-то понимание ответственности, оно скорее мешает. Не было такого, что вот мы услышали тему, и сразу было понимание четко, это мы делаем так. Допустим, как могу провести пример с другой постановкой? Да, конечно. Например, парфюмер. Принцип работы над парфюмером, по теме они кардинально отличаются. Это просто два разных мира. Несмотря на то, что та же творческая группа, те же люди ее ставили, допустим, в парфюмере вот как-то больше музыка для тебя направляла, вдохновляла. Ну, и помимо разговора с Валерием Суановым, режиссером, с артистами, кстати, они тоже хорошо подсказывают в плане... Помогают, да? ...понимания, да, вот материала. Сам артист, который будущий персонаж, он тебе больше подскажет, чем, собственно, книга. Ну, то есть, ну, или Бретто, или первоисточник. Вот, говоря о Фатиме, там вот лично у меня, не знаю, как у остальной постановочной части, были сложности с пониманием музыки, с тем, в тот момент, где ты вдохновляешься, и она тебя направляет, вот тут были сложности, признаюсь. Просто музыка Жанны Плива, она довольно специфична, авангардна для меня. И я ее для себя открывал, ну, и как композитора, в целом, и как вот жанр музыки. То есть для меня это было что-то новое, новый опыт, экспириенс. И вот, и через преодоление это шло, признаюсь. И мы, собственно, вот не сразу поняли, вот то, что это будет, какая форма, пластика. А скорее путем, ну, не проб ошибок, а бесконечных проб. И вот пока в конце не прониклись этой музыкой, и уже, ну, грубо говоря, пока вот не начали репетировать на ногах, пока я это сам не увидел, вот что это, какая-то пластика, эстетика, потом уже вот сильно. Потом я понял, что это, и как-то вот эти образы, костюмы, которые, ну, видели, да, родились. Я еще до премьеры разговаривала с одной из артисток филиала Марицкого, это Зарина Киртанова, она тоже рассказывала, что у них со стороны, как у артистов тоже была довольно трудная подготовка, потому что вот как раз связанная с музыкой, потому что, как она выражалась, что вот она не понимала, что, как это танцевать. И очень рада, что получилось очень красиво в итоге. Рада, что понравилось. А вот расскажите про образ Фатимы, из каких аспектов он состоял для вас? Ну, если говорить о внешней составляющей, ну, то есть, как мы видим спектакль, да, вот в том виде, в котором он сейчас есть, старались делать, ну, придумать такое оформление, которое никого бы не раздражало, скажем так. Ну, то есть, это довольно традиционный, вот, на первый взгляд, костюм. Концепция вот для Палитры была такая, чтобы было понятно, вот главный герой, вот полистепенный, и там все, ну, довольно, не хочу употреблять слово примитивно, но понятно. Сейчас у меня только в голове сейчас Джамбулата, и о нем хочется как-то. Вот можно про него тоже поговорить, все-таки тоже яркий персонаж, и я так поняла, что это ваш фаворит в этом валете. Как создавался образ для него? Ну, сейчас вот, по сути, у меня вот есть какое-то отношение к персонажам, вот, и когда ты прожил вот их биографию неоднократно внутри себя, и есть еще воплощение на сцене, там вот чистые эмоции. Ну, то есть, это трудно вот как-то вербально охарактеризовать, какие-то четкие формулировки, характеристики дать каждому персонажу. Ну, на самом деле, это такая одна цельная история, вот один организм. А если говорить про, мы уже начали про не менее яркую постановку, это «Парфюмер», мне кажется, что вся театральная публика нашего города просто в восторге от этой постановки, и многие же ходят не по одному разу. Как проходил творческий процесс в этом случае? Вы уже немножко рассказали, но вот мне было интересно, вдохновлялись ли вы, возможно, фильмом 2006 года? Я вот с произведения Патрика Зюйскина познакомился, вот и до того, как узнал о самой постановке, еще в подростковом возрасте был период, когда немножко увлекался музыкой стилей гранж, и в том числе был исполнитель Курт Кобейн, который, собственно, был огромным фанатом этого произведения. Он везде с собой носил эту книгу, практически жил с ней, не расставался. У меня это в подростковом возрасте заинтересовало, ну что в этой книге такого, если он с ней не расстается. И, собственно, лет 17-18 прочел я первый раз, и тогда я понял, что это, в общем, история про одержимость, если какую-то короткую характеристику дать, красота и одержимость. Вот это, в этом есть два главных ингредиента для парфюмера. И переходя к постановочной части, вот уже имея некое представление и опыт эстетический от первоисточника книги, для меня это был не вызов, но скорее определенный художественный интерес, наверное. Фильм я уже сильно позже смотрел. Вот лично меня, я бы не сказал, что он вот как-то вдохновил, но вот если говорить о более прикладном отношении к фильму, вот на ранних этапах, когда мы только обсуждали вот сам балет, будущее произведение, вот то, что касалось вот визуальной составляющей, вот мы обсуждали это, что не должно быть параллелей с фильмом. Ну то есть это отдельное, самостоятельное, замечательное произведение. Пускай оно живет своей жизнью, вот мы вдохновились, ну то есть мы знаем, что есть такой фильм, и есть произведение, вот, а есть вот наша интерпретация произведения. И, кстати, неспроста, может помните, вот полное название книги «История одного убийцы», в нашем случае «История одной любви». Это был такой сознательный сход со стороны Суана Валерия. Этим самым он хотел больше от себя, ну то есть его видения, вот там больше. Что касается моей работы, ну, в этом проекте, ну, для меня вот самым необычным, самым интересным было вот именно как визуализировать эти запахи. Собственно, то, о чем произведение. То, за счет чего, ну там, понятно, вот у самого автора за счет вербальных инструментов слов очень красивого языка удалось, ну то есть очень в яркой и внятной манере описать мир, с которым не хочется расставаться. Если вот просмотреть спектакль с точки зрения анализа цвета, там очень яркая палитра. Ну то есть мы не старались вот в монотонных цветах все как-то исполнить. Вот наоборот, вот там вот он сознательно яркий, ну, спектакль. Ну, по аналогии с произведением первоисточника, где у тебя по послевкусию как будто что-то сладкое поел, вот очень впервые в жизни, кстати, как будто ты открыл для себя новый вкус. И, видимо, наверное, частично в этом и заключается вот успех произведения. Почему люди так активно идут на него. Видимо, им хочется вновь и вновь испытать этот вкус заново. И еще мне кажется то, что с первого раза ты, возможно, не заметишь какую-то определенную деталь, а вот уже повторно, когда придешь, уже подметишь, возможно, да, что акценты на костюмы какие-то там специальные были сделаны. В третий раз что-то еще, что-то там по свету, возможно, приметишь. Мне кажется, это еще и полезно. У меня есть более поверхностные, в том числе, помимо того, что вы перечислили, безусловно, это тоже, но для меня, в первую очередь, это музыка все-таки. Подробные, вот, очень удачные, если мягко выражаться. Вот перед тем, как что-то рисовать, у меня было два вдохновения, первоисточник, литературный первоисточник и музыкальный. Ну, то есть я видел вот интерпретацию вот этого произведения уже через музыкальные очки, если можно так выразиться. Вот эта музыка, она, ну, подробная, кстати, очень удачно Валерием Слановым. Вот даже вот только ради нее можно и пересматривать, хочется ее пересматривать. И у меня даже был такой опыт, когда мы еще только ставили произведение, я вот слушал, допустим, «Побудти домой», я неоднократно, вот на протяжении часа-двух, просто вот от начала до конца прослушивала всю музыку, и в какой-то момент я понял, что я просматриваю спектакль в голове. Ну, то есть, помимо хореографии, вот какие-то образы еще оживали, вот, и как-то, ну, живут своей жизнью. Вот, и я как-то поймал себя на мыслях, что вот эта музыка, она несет очень повествовательный характер. Так как мы уже говорим про творческий процесс в Мариинском театре, вы наверняка много взаимодействуете с режиссером-постановщиком Валерием Руслановичем, и как вот ваша работа происходит. То есть, возможно, он вам дает какие-то творческие задания, задачи, вдохновение какое-то, или же сперва дает вам возможность самому нарисовать эскизы, а потом он уже сделает какие-то правки. Вот интересно очень, как это все происходит. Чем интересно работать с Валерием Русланом? Помимо вот четкого обозначения, вот, как он видит, допустим, какой-то грядущий проект, он человек, который делится своими именно ощущениями от предстоящей работы, что дает такой карт-банш с одной стороны, ну, то есть, с творческой свободы, да. Он это обговаривает вначале. Но вот ему важно, скорее, вот, чтобы было определенное ощущение от мизансцены, от костюмов, чтобы это органично, разумеется, все было. А если вы все-таки разговаривать про артистов, вы уже сказали, что они тоже вас вдохновляют. А пытаетесь ли вы облегчить им задачи? Ведь все-таки у них тоже есть свои задачи на сцене, это и сложные паи, и различные какие-то сценические ходы. Может быть, вы как-то с помощью костюмов упрощаете им работу, чтобы им было удобно? Или главное, чтобы было красиво и все креативно выглядело? Ну, одно другому не мешает. Да, безусловно, вот балетный костюм, там есть своя специфика. Ну, самое очевидное, вот, это должны быть эластичные ткани. И, опять же, вот, не всегда приходится все с нолей заплетать. Вот, как правило, именно вот в случае балетного костюма есть уже проверенные техники, вот, и, в принципе, по их эксплуатации. И вот на этапе уже рисования, проектирования я их учитываю. Ну, то есть, ну, помимо вот уже ранее сказанного использования эластичных тканей, источивых, есть еще особенности фиксации, допустим. Там, кстати, тоже все довольно индивидуально бывает. Кому-то удобнее застегиваться крючками, кому-то принципиально, чтобы его просто вот... Он надевает костюм, а дальше все на нем натягивает, и на него натягивает, и он уже просто выходит на сцену, он уже о другом думает. И вот все с этим надо будет это учитывать, разумеется. Театральный опыт, мне кажется, он сильно отличается от, скажем, кино. Ну, то есть, все-таки ты идешь смотреть на живых людей, вот, и в этом есть даже особый интерес, когда вот ты уже видел постановку вот с одним составом, интересно видеть, а как это другие люди сыграют. И, ну, то есть, ты вот знаешь, что тебя ожидает, вот, все-таки тебе интересно вот то же самое, тот же опыт, но по другим углом чуть-чуть. Если сейчас говорить про современную сценографию, как вы думаете, к чему она сейчас идет? Есть ли какие-то тренды, новые течения, направления? Активно используются экраны. Опять же, есть традиционные и все, что нетрадиционные. Ну, есть, ну, просто есть определенная эстетика, наверное, вот, и определенные вкусы у людей, которые приверживаются традиционного театра. Если говорить о таких трендах, вот, именно внутри театральной культуры, то, ну, их трудно свести к чему-то. Вот есть ряд признаков, и они представляют из себя то, что можно назвать современным театром. Ну, опять же, это было, мне кажется, неправильно. А нет сейчас у вас такого желания тоже этот тренд воплотить у нас на сцене Мариинского театра? Да, ответ – да. Мы как раз планируем в обозримом будущем восстановить спектакль «Портрей Дориана Грея». И там зритель, который уже видел вот эту изначальную версию, ожидает небольшой сюрприз. Вот мы планируем сделать ее из экрана, собственно. Ну, то есть изначально это была декорация физическая, вот, полотно распечатанное вот с изображением самого главного героя. Ну, собственно, сейчас планируется, что это будет экраном. Дэвид, есть ли сейчас у вас такая история на примете, которую вы тоже хотели бы воплотить, но в планах ее пока в театре нет, но вот вам лично интересно было бы поработать с ней? Да, есть такое произведение, вот, по аналогии с «Портреймером», где вот изначально вот есть литературный первоисточник, который тебя вдохновил, и ты вот болеешь этим текстом, и хочется его как-то вот отрефлексировать в виде полотна, либо вот в виде постановки. В общем, лечь же произведение Георгета «Фауст». Хотелось бы вот на разных площадках воплотить произведение, ну, допустим, на драматической сцене балет, допустим, опера, еще какой-то формат. Вот это произведение вот со мной уже не первый год живет, и хочется поработать с этим, да. Видимо, еще час не настал, но это, ну, к разговору о планах. А есть ли сейчас у вас актуальный проект, над которым вы работаете, ведете работу, может быть, придумываете эскизы к нему? Мы сейчас вот помимо портрета Дарьяна Грей, о котором я уже говорил, еще параллельно восстанавливаем «Пиноккио». Мы полностью переосмыслили сценографию. А не тяжело ли возвращаться к предыдущим работам, и именно получается их так тонко реставрировать? Кстати, слово «реставрировать», вот с этим, наверное, вот, я соглашусь, тут именно идет переосмысление, ну, то есть произведение. Ну, собственно, почему в театре, ну, не только в нашем, но и в других, вот, некоторые спектакли нуждаются в переосмыслении, восстановлении. Ну, они, наверное, вот, спектакль, как и человек, наверное, с возрастом как-то стареют, если угодно. И в какой-то момент хочется, вот, ну, поскольку труп поменяется, и, соответственно, хочется вдохнуть новую жизнь в произведение. Вот, и, ну, вот, на нашем театре, вот, конкретно, в балете у нас, вот, во возрасте в будущем вот эти два произведения, вот, «Дарьян» и «Пиноккио». Ну, мы все будем ждать с нетерпением. Мне кажется, это будут действительно громкие премьеры, и вся театральная публика Владикавказа, мне кажется, с удовольствием придут на премьеру. Спасибо большое, Давид, за интересную беседу. Вам спасибо. Расценки на произведения искусства, как и на другие товары, постоянно меняются. Не являются редкостью ситуации, когда всего за несколько лет полотна молодого художника дорожают в десятки раз по мере роста популярности автора. В качестве примера можно привести живописцев прошлых столетий. Так, цена на картины Ван Гога и многих других великих художников когда-то были бросовыми. Известность и признание далеко не всегда приходят сразу. При жизни авторы величайших произведений искусства были вынуждены искать другие способы заработка, поскольку испытывали крайнюю нужду. Сейчас полотна этих художников являются частью мирового культурного наследия и оцениваются в миллионы долларов. А вот от каких сегодня факторов зависит, сколько будет стоить конкретная картина и на кого вообще рассчитано искусство? На редких ценителей или на всех и каждого? Ответы на вечные вопросы искала моя коллега Элина Кисаева. Говорят, искусство стоит ровно столько, сколько за него готовы заплатить. Но тут возникает вопрос, почему одна картина стоит сотни тысяч, а вторая просто тысяча? Все дело в имени и статусе автора работы. Важно, чтобы художник был признан в стране, а еще лучше на арт-рынке, который формируется на образовании. Если он заслуженный, одно дело, если он заслуженный нашей республики, если он заслужен повыше в Союзе художников России, то, конечно. И смотря на каких выставках он участвует, это тоже имеет значение. Просто так же на выставку не принимает. Это идет, проходит через выставку. Если он прошел один выставку, потом другой. И если оказалось, что он достоин участвовать на каких-то больших юбилейных выставках, то, конечно, это тоже играет роль. Если художник хорошо котируется на арт-рынке, с большей вероятностью его картины будут иметь высокую стоимость. Здесь идет речь о том, что художник должен регулярно выставляться в престижных музеях, галереях, аукционных домах, чаще устраивать персональные выставки, иметь хорошую пиар-компанию. Немало важно участие художника на международных площадках. Если же он этого не делает, то цены на его картины будут низкими. Сейчас, если говорить о цене, то это цена между продавцом и покупателем. Ну а если мы говорим о том, что надо приобретать для художного музея, то мы, конечно, смотрим и автор, какое место он занимает, и, конечно, художественные достоинства. Художественная ценность картины – вещь очень тонкая и субъективная, но она также влияет на стоимость картины. На формирование этой ценности могут повлиять искусствоведы, галеристы, критики и коллекционеры, ну и, конечно, сам автор. Они оценивают содержание, сюжет, силу эмоционального воздействия работы художника. Ты реально оцениваешь картину. Во-первых, это зависит от сюжета, от сколько фигур на картине зависит, какой материал обязательно, какой материал, от стоимости материала зависит, от работы над этой картиной, сколько ты эскизов сделал. То есть, когда пишешь многофигурную картину, допустим, фигуративную картину, ну, у нее цена, конечно, будет больше цены, чем ты делаешь, допустим, небольшую работу. Это естественно. Еще один фактор, влияющий на стоимость картины — размер. Разные по масштабу работы одного и того же художника будут отличаться по цене. Также цена образования зависит от количества времени и материалов, которые были потрачены при ее написании. Многие начинающие художники пользуются довольно распространенным шаблоном ценообразования. Они определяют, сколько медиумов было затрачено на создание той или иной работы и сколько времени они затрачивают на создание своей работы. Определяют, сколько стоит час их работы. Ну и все это суммируется. Но по мнению самих художников, не все так однозначно. Не всегда статус, талант и художественные достоинства являются основными составляющими. Нету определенной цены на картины. Раньше, лет 30 назад, когда существовали и художественный фонд, и серьезное министерство культуры, и там эти организации, филиалы министерства культуры, была определенная расценка. Портрет стоит столько, фигуративная картина стоит столько, мозаика столько. То есть легче было тогда с ценовой политикой. Сейчас никакой нет ценовой политики абсолютно. Вообще, как такового в России сложно с рынком искусства. Вот так можно сказать. И ценовая политика такая рыночная. Кто как хочет, так и ставит цену. Кроме того, если говорить конкретные ситуации в республике, то арт-рынок отсутствует. Поэтому многие художники столкнулись с тем, что нет покупательской способности. Если раньше существовала система закупок картин музеями и галереями, то сейчас дела обстоят иначе. А сейчас этих закупок нет. И фактически художники остались открыты перед этим рынком. Вот если честно сказать, то мы ждем какого-то доброго дядю или добрую тетю, которая придет, заинтересуется искусством и купит картину. Все. Вот других продаж у нас нет. Получается, что ценообразующие факторы становятся актуальными в тот момент, когда появляется покупатель, который готов платить за искусство. Мона Лиза. Это величайший портрет в истории или просто распиаренная картина? Разбираемся вместе во взглядах хейтеров и фанатов на Мона Лизу Леонардо да Винчи. Мона Лиза – это не только известный портрет, но и окно в историю эпохи Возрождения. В ней заключены характерные черты того времени – увлечение наукой, внимание к деталям и стремление к совершенству. К тому же, эта картина дает зрителю возможность заглянуть в прошлое и увидеть частичку культуры и моды времен Флорентийского Возрождения. Историк искусства Борис Виппер нашел следы моды Кватрачента на лице Джоконды. У нее отсутствуют брови и волосы на верхушке лба. Этот стиль был распространен среди итальянских аристократов XV века. Леонардо да Винчи изобрел уникальные художественные методики. Одна из них – сфумато. Это техника плавного перехода между цветами и контурами, которая создает эффект мягкости и объемности. Мона Лиза – прекрасный пример использования этой техники. Ее лицо словно окутано тонким дымком, что придает загадочности изображенной даме. Портрет идеально вписывается в формулу золотого сечения. Это спираль, похожая на ракушку, которая символизирует идеальность мира и природы и подчинение гармонии математическому закону. Появляется отношение частей к целому, когда большая часть относится к меньшей, так же, как целая к большей. Такое отношение составляет 1,618. Оно повторяется в пирамидах Хеопса и присутствует в древнегреческих трактатах. На основе золотого сечения также разрабатывались идеальные колонны и храмы. Леонардо да Винчи не просто художник, но и инженер с математическим талантом. Он превратил искусство в решение уравнений и выверил идеальные пропорции при написании Мона Лизы и при создании более ранней тайной вечери в Миланском монастыре. Сама улыбка Мона Лизы – источник бесконечных споров. Некоторые считают ее таинственной и даже очень красивой, но другие же видят в ней грусть и иронию. Выражение ее лица очаровывает зрителей и заставляет их погрузиться в размышления о настроении и эмоциях женщины. Эмоции появляются и благодаря контрастному пейзажу. Виппер пишет, «У Мона Лизы реальность жизни, у пейзажа реальность сна. Благодаря этому контрасту Мона Лиза кажется такой невероятно близкой и ощутимой, а пейзаж мы воспринимаем как излучение ее собственной мечты». Известность этой картины сделала ее символом искусства, но это также может создать искаженное представление о ее идеальности и непревзойденности. Критики отмечают, что из-за экспериментов с красками при написании картина могла погибнуть. Она сильно потемнела и на ней образовалось много трещин кракелюров. Из-за них сотрудники Лувра больше не хотят отдавать Мона Лизу на выставки в другие города, поскольку боятся, что даже малейшие изменения влажности могут повлиять на полотно. Были у картины и периоды забвения. Она не считалась лучшим образцом творчества Леонардо и сильно потемнела к XVIII веку. Они знали в основном искусствоведы и фанаты художника, однако все изменило кража в XX веке. Журналисты ухватили за эту историю и раскрутили ее, превратив в кражу неизвестного широким массам портрета, в преступление века. После триумфального возвращения в Лувр, что, кстати, произошло по случайности, вор отозвался на объявление в газете и пришел практически с поличным. Мона Лиза стала важной частью коллекции. Вопрос, является ли портрет шедевром, остается открытым, так как оценка искусства зависит от индивидуального восприятия каждого человека. Обсуждение критериев великости важно, так как оно позволяет нам лучше понять природу искусства и его роль в нашей культуре. Ну вот и все, пришла пора прощаться. Напоминаю, что вы смотрели программу об искусстве «Культурный код», а с вами была ее ведущая Алика Стеблянская. Увидимся на следующей неделе, пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok